Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А что от вас хотели? Не знаю, не я разговаривал. Ну, наверное, прийти на медосвидетельствование, на сборы. У нас же, вон как, Украина на нас нападает, мобилизацию объявили. Так кто на вас нападает? Как кто? Украина нападает. Хорошо, ладно, я вас услышала. Смотрите, у вас появилась заявка на смену вашего номера телефона. Угу. Так. Вы подавали эту заявку самостоятельно? Какую еще заявку? Мне вон вещи надо сейчас продавать на Авито и собираться на сборы. Родину защищать. А вы какую-то заявку. Нет заявок у меня. Ну, вы понимаете, за что у вас будут проблемы с банком? Вы понимаете, что у меня будут проблемы с законом, если я не явлюсь? Я понимаю, что у вас будут проблемы с законом. Вы вообще из какой страны мне звоните? Вы в курсе, что у нас? Город Москва. Город Москва? А город Москва, на какую улицу следите? Кузнецкий мост, дом 17. Прямо на Кузнецком мосту сидите? Да, прямо на Кузнецком мосту. Ага, я понял. Прямо с этим, как его, Афкерзаде и этим другом ее? Вы мне по поводу консультации юридической заявку оставляли? Нет. Но вы можете меня проконсультировать. По какому вопросу? Ну, как защитить свои персональные данные от входящих звонков, предлагаемые бесплатно юридической консультацией. Сейчас ждать звонка. В переводе денежных средств операции, по вашему счету, в банке ВТБ будут приостановлены. Для восстановления операции скажите слово «оператор». Оператор. Соединяю с оператором. Ожидайте. Клиентская поддержка банковского ВТБ. Добрый день. Здравствуйте. Чем могу быть болезен? Ой, закажите мне, пожалуйста, два ролла в Талифорнии. Ну, наверное, безалкогольные. Ну, колу диетическую. У вас плохо слышно. Пожалуйста, говорите в трубку. Да-да, диетическую колу, пожалуйста. Две штучки. Ага, все, слушаю. Разговор под запись. Хорошо, слушаю. Смотрите, дело в том, что сегодня нам поступило заявление у Центрального банка на возбуждение уголовного дела по статье 159-й части 3 УПРФ. Мошенничество совершенно должно стремиться. Сейчас речь идет о том, что сотрудники банка превысили свои служебные полномочия, скомпрометировали ваши персональные данные. То есть по вашим документам сегодняшним днем подавались заявки на кредиты, производили попытки списания ваших нищих денежных средств через основную внутрибанковский счет. Что это за счет вам известно или нет? Нет, первый раз слышу. Нам сейчас не до этого. У нас военные сборы идут, поэтому я даже и в банк-то некогда обращаться. Вы понимаете, что пока идет уголовное дело по данному заявлению, вас никто на войну не отправит. Даже при вашем желании. А при чем здесь... Вы будете проходить по делу? Да нет, вы, наверное... Вы будете проходить как свидетель. Секундочку, вы, наверное, не в курсе происходящих. Вы из какого города звоните? Я в курсе ведет мобилизация. Но я вам говорю, что вас никто не мобилизует. На моментах позвоню в Канкейской. Извините, пожалуйста, как вас... Кто вы позвонит? Я же при вас взялась. Кто вы позвонили? Да, вы разговариваете с подполковником сейчас. Я являюсь военным комиссариатом. У нас полностью идет сбор. Я очень за вас рад. А что значит я очень по вас рад? Вы как обращаетесь? А потому что вы сейчас несете бред. Что? Вы военный комиссар и собираетесь ехать на войну. Что значит я говорю? Вы глухой, что ли? Товарищ капитан, угомонись. Ты глухой, что ли, а? Тебя уже отвозили куда-то? Ты контуженный, что ли? Я сказал, мы сборами сейчас. У нас проходят военные сборы. Ты дятел, блядь, опилочный, что ли? Как разговаривать? Я тебя нахуй посылаю. Слышь, ты и капитан, блядь, полиции. Вместе со всей твоей полицией. И тебя приедем, заберем. Там тоже МВДшники нужны. Нам пушечное мясо надо отправлять. Я не заберешь. Где сидишь? Где сидишь, тьма волшебная? А? Жал-то плохитный. Где сидишь? Хуй мамин, говорю, где сидишь? Ксак Александр Сергеевич, да. Русаков Александр Сергеевич, оказывается, с вами касательно заявления, которое нам поступило сегодня в отделку. Угу. Уголовного дела по статье 159-й, части 2-й, также части 3-й. Угу. Центральный банк Российской Федерации. Вам касательно материалов дела что-то известно? Разумеется, нет. Я же не банк Российской Федерации. Что такое 159-я статья? 159-я статья, часть 2-я, также часть 3-я. Это мошенничество должностным лицом, использованием своего служебного положения. Угу, угу. Для материалов дела речь идет о том, что сотрудники банков использовали свое служебное положение и скомпрометировали личные данные. Сотрудники какого банка? Сотрудники банков? Банков всех? Сговор, что ли? Разных банков, Павел Владимирович. Итак, я... Как вы попали в данный список, по данному поводу я с вами связался. Моя задача вас проинформировать и задать несколько вопросов для следствия. Ага. Причина моего звонка ясна? Пока нет, но вы рассказывайте. Будем выяснять по повествованию последовательно. Павел Владимирович, вы не теряли свои паспортные данные, карточки, телефон, не отдавали в ремонт? Вы, наверное, хотели спросить, не терял паспорт? Паспортные данные потерять... Не представляется, возможно. Я не терял паспорт. Паспорт не теряли, карточки все приватные, телефон не отдавали в ремонт, не теряли. А можно конкретизировать, карточки какие? У меня много карточек, несколько банков, есть и банковские карты, есть и небанковские карты. Я вас спрашиваю касательно банковских карт. Павел Владимирович, вы их не теряли, где при вас находятся? Нет. Павел Владимирович... Да, вот, карточки я не терял, но денег на них нет, поэтому связь плохая, да, плачу мало. Павел Владимирович, телефон в ремонт не отдавали, не теряли его? Нет, не отдавал, не терял. Павел Владимирович, смотрите, за последний месяц предоставляли куда-то свои персональные данные третьим лицам? То есть, возможно, это МФЦ, больницы, страховые компании, банковские структуры... В МФЦ они и так есть, у МФЦ есть доступ, а у руководителей МФЦ есть доступ к полному списку спектра госуслуг. На последний месяц вы предоставляли свои данные, да, в какие-то учреждения третьим лицам? В больницу, да, в больницу, да, в больницу. Слушайте, у вас какие-то такие странные у вас вопросы. Давайте я об отделении, может быть, подъеду. Где вы находитесь? Смотрите, я нахожусь на городе Москва, улица Ангарская, дом 22, корпус 5. Ну, хорошо, а какое это метро? Еще раз повторите, плохого... Метро, метро, какое это метро? Павел Владимирович, скажите, что еще, пожалуйста... Метро, какое метро это? Павел Владимирович, алло. Я вас... Вы перестали меня слышать? Метро какое? Павел Владимирович, алло. Что алло? Павел Владимирович, вас не слышно. Ну, конечно, да. Так, и во сколько подъехать-то? Павел Владимирович... Так, ожидаемый звонок, ну, по-любому от Мошонок. Да, здравствуйте. Алло, Нестер, добрый день. Да, Нестер, слушает вас. Меня зовут Владимир, я координатор сообщества «Город инвесторов». Город инвесторов. А город инвесторов или инвесторов, как правильно ударение ставить? Ну, я считаю, что инвесторов все-таки. Ага, считаете ли так правильно? Я человек дремучий. Все? Инвесторов. Хорошо, хорошо, да. Ага. Так. Вы оставляли заявочку у вас на консультацию, верно? Ну, конечно, конечно. Я же честно признаюсь, я далек. В некоторых вопросах крайне невежественны. В некоторых немножко есть информация в голове, да, серые клетки что-то прорабатывали. Это прекрасно. Подскажите, а насколько вы вообще погружены в тему инвестиций? На кончик до щиколоток, кончики ног. Скажем так, вы начинающий? Я в самом начале пути, да. Но есть мудрость китайская, что половина пути проходится в его начале. Первый шаг. Все зависит от того, от чего вы начнете изучение данного направления. И уже, собственно, как вы будете двигаться, какую информацию будете. Так, хорошо. Это все гипотетически. У вас же есть какой-то формат для начинающих, правильно я понимаю? Вы абсолютно правы. Так, что вы можете предложить? У нас есть наш практикум инвестиций начала. То есть, это семидневный практикум, в рамках которого вы как раз и изучаете. То есть, все основополагающие вещи по инвестициям. Непосредственно рассматриваете различные инструменты. И как их применять. И какие инструменты бывают? Вам это поможет, это, собственно, и встроить привычку инвестирования, и сформировать план инвестпортфеля. Ну и, конечно же, изучите различные инструменты. То есть, это как биржевые, небиржевые активы, криптовалюты, недвижимость, драгоценные металлы. Хорошо. Вы сказали недельный. Недельный, недельный. Это всю неделю надо не вылазить, быть где-то на связи с кем-то. Как стоит обучение? Что это? Выездное, очное, вебинары? Это обучение проходит на платформе GetCourse. То есть, это 7 дней практических занятий, плюс 3 вебинара. 7 дней практических занятий, и как они будут происходить? Вебинары, понятно. Практические занятия, это что? То есть, это занятия, направленные на формирование навыков применения того или иного инструмента. Но это те же вебинары? Нет, это в виде теоретического материала, который вы выполняете в задании, и отправляете его на проверку кураторам. Понятно. Хорошо. Практически, то есть, это домашние задания. Их будет 7, вебинаров 3. То есть, что? Прошел вебинар, 2 задания. Прошел еще вебинар, 2 задания. Ну, как-то такая кратность 1 к 2. По расписанию, получается, у вас в понедельник вебинар, в 19.30, в среду вебинар. Они в записи есть? Все записи у вас сохраняются в течение месяца. Отлично. Доступ ко всем материалам и практикумам в течение месяца у вас остается. Да, в 19.30 неудобно. И кураторская поддержка, то есть проверка домашних заданий кураторами, в течение двух недель. Угу, хорошо. Задание в конце вебинара? Ну, проверка понятна, а сами-то задания. Да. Хорошо. Все, в понедельник я готов, записывайте. Что от меня еще требуется? Угу. Стоимость участия в нашем практикуме составляет 2,990. Вы хотите участвовать, я так понял, правильно? Ой, я хотел бы сделать это бесплатно. Я думал, вы как брокер будете зарабатывать потом на моей комиссии. Ну, у нас эта программа, она поставляется по низкой цене по сравнению с остальными нашими программами. И как раз здесь, то есть вы получаете... Вы знаете, я долго рыхлить землю не люблю. Вот, с места в карьер это меня. Про меня, мое. Я понимаю, что большинство таких спуртов, да, и порывов, и приводят как раз к обнулению. Ну, читал чужие. Вы знаете, есть такой опыт сбитых самолетов. В годы Второй мировой войны возвращавшиеся самолеты изучали на момент попадания пуль и усиливали те места, которые были особо повреждены. Минус этого подхода в том, что когда начали изучать сбитые самолеты, это полностью открыло картину, какие именно места надо было усиливать. Не те вернувшиеся, уцелевшие, так и с рынком. То же самое. Мы знаем победы, мы знаем громкие дела, но надо изучать именно крупные поражения, крахи, банкротства. Досконально изучать. Не те, как вот с банком Беринг, да, древнейший один из банков в мире, Великобритании, который развалился от действий одного человека в Сингапуре. Есть кинофильм об этом. Так что все мое знакомство это где-то прочитал, услышал, увидел, новости и, конечно же, произведения и кино. Можно ли как-то ускорить и сразу в практику закинуть 100 долларов и сделать из них 120? Смотрите, а вот вы смотрели наши вебинары, как я понял, все верно? Нет. Евгения. Вы еще не знакомы с деятельностью Евгения Ходченкова? Нет. Я знаю только Ходченкову. Актрису. Ну, Евгений, это один из наших ведущих спикеров и один из основателей также нашей школы. То есть, как раз опытный инвестор. Его успех основан именно на распределении активов по разным инструментам с упором на долгосрочность. Хотя также у нас используются в разные по срокам. Ну, я понял, это консервативный подход, который, скорее всего, строится на мультипликаторах. В таком случае я бы вам рекомендовал, вот как раз у нас проходят вебинары наши, то есть на сайте города инвесторов. А можно делать параллельно? Зарабатывать и обучаствовать? Именно для этого у нас существует наш клуб «Финансовая активация». В рамках нашего клуба как раз вам предоставляется базис именно основной всей информации по направлениям инвестиционным. То есть, вы это изучаете, применяете на практике. Соответственно, вы вырабатываете уже свой риск, профиль и, отталкиваясь от него, выстраивается ваша стратегия инвестирования и используя ему инструменты. И как раз резидентам нашего клуба доступны уникальные сделки нашего клуба под ключ в разных ценовых категориях по входному капиталу. Стоимость участия в нашем клубе от 59 тысяч. Российских тугриков. Именно так. Но здесь это, получается, как раз, это шестимесячная серебряная карта 59 тысяч. Также есть золотая карта. Это 12 месяцев стоимость 89 тысяч. И на золотой карте вы дополнительно получаете себе еще и годовое... Извините, а кто брокер? ...оспровождение по программе с куратором. Вы даете какой-то список брокеров? У нас уникальные сделки, которые мы предоставляем нашим резидентам. То есть, есть канал, в котором после анализа нашими специалистами выкладываются сделки, в которых люди могут принимать участие с прогнозируемым высоким доходом. То есть, эти сделки были рассмотрены, проанализированы и показывают себя как в будущем довольно перспективные. То есть, это еженедельные инвестиционные сделки, то есть, это внебиржевые сделки, венчурные сделки, это фондовый рынок Российской Федерации, это криптовалюты. А внебиржевые сделки, ну-ка, поясните мне пример, как можно внебиржевую сделку осуществить. То есть, между нами и вами договориться, что ли? Это пред-IPO. Пред-IPO? Ну, это все равно... Есть СПО, да? Это я еще принимаю. Есть СПАК. А пред-IPO это что еще? Пред-IPO это роуд-шоу. Вот это ПК. Скажите, а когда вы погружены вообще в изучение инвестиций? Вы мне, может, сначала на мой вопрос ответите, а потом будем переходить к вашим. Ну, наши сделки мы предпочитаем именно раскрывать уже непосредственно участникам. А как же стать вашим участником? Кот в мешке? У вас в любом случае всегда есть возможность в течение двух недель вернуть деньги за... А можно две недели позаниматься и подумать, продолжать или нет? Вот как раз для этого у нас создан наш инвестиционный практикум. Так, бесплатный? Нет, вот этот вот семидневный за 2,990. Ну, вы знаете, если кланяться каждому столбу или каждому просящему давать милостыню, то в конце пути не останется денег на хлеб, который просил еще утром купить жена. Хлеб и молоко, да, продукты. Давайте сделаем так. Я вам информацию по нашему клубу отправлю на вашу электронную почту. Да, от вашей там много уже чего приходит, прям даже завалили. У меня такое ощущение, что это зря подписался даже спам. Вы о своей эффективности мне, пожалуйста, докажите. Я даже не знаю. Дайте с кем-то пообщаться, как у вас вообще это устроено. Кто будет брокером? Важно выбрать толкового брокера. Важно выбрать, через какой депозитарий будут проводиться сделки, на каких биржах есть доступ к этому брокеру, каким инструментом бумагам. Я не сильно разбираюсь в инструментах, но какие можете предложить вы. Поэтому вот на все эти вопросы... Кто мне ответит о вас? О том, что вы клуб брокеров, вы заплатите деньги за то, что мы будем вместе собираться, но я также могу собраться и с друзьями по субботам, пятницам. Это как раз рассматривается в рамках нашего клуба. То есть и выбор брокера, и выработка вашей стратегии. То есть весь базис по инвестициям, он там есть. То есть это 60 плюс различных уроков. И вы предлагаете мне их купить у вас? Это в составе нашего клуба они также присутствуют. То есть у нас вообще в составе клуба это три основных составляющих части. Информация, как и любой товар, должны быть привлекательными. Понимаете? Упаковка. Внешний вид, органолитические свойства по возможности. Например, как кофе. У кофе всегда есть клапан, который позволяет испытать запах. Описание на упаковке. Разумеется, отзывы об определенном товаре или марка, бренд, который известен, либо мало знаменит. То есть сейчас что вы? Вы просто мне предлагаете заплатить вам 2 900. А там будет видно. И потом вернуть. Я буду что, ходить за своими 2 900, куда-то писать? По программе нашего практикума я вам могу дать информацию. Вы еще потом предложите пройти ряд испытаний для возврата. Напишите от руки, подтвердите, что вы это вы. Пришлите свои паспортные данные, номер карты. Расчетный счет с банка с доверенностью самого банка, что вы являетесь владельцем этого счета. Платеж же как раз провести, платеж закинуть деньги, это никогда сложности не составляет. А вот забрать их обратно с обоснованием. И потом, кто является, я плачу кому, юрлицу? ИП. ИП. Так. То есть ИП российское, да? Но именно так. Так, но в данный момент мы еще так же производим, именно у нас идет процесс регистрации, как образовательное учреждение. То есть, получается, у вас есть лицензия, то есть сертификат, дающий право проводить мероприятия образования, обучения? В процессе оформления. В процессе оформления, но при этом деньги берете? Ну, потому что в данный момент мы за клуб так же еще и работаем. Ну, клуб это что? Клуб по интересам? Это членские взносы? То есть, это добровольное пожертвование? Я же проводил вам пример на каждом углу раздавать попрошайки. Некоторых жалко больше, некоторых совсем не жалко. У некоторых оригинальный подход, почему бы и не дать? Вы из этого уровня? Нет. И, может быть, вы о своей компании больше расскажете? Давайте я вам более подробную информацию как раз направлю на электронную почту. Я же еще раз говорю, вы уже там наотправляли, не лично вы, а ваша компания уже столько наотправляла, что мне есть что почитать. Вы поймите, человеку, который ищет информацию, в нынешнем мире открытости более чем всегда есть что почитать. Что вас интересует о нашей компании? Каких брокеров вы будете предлагать? В зарубежных, российских, в каких инструментах вы будете предлагать зарабатывать? Я вам уже озвучил по поводу брокеров, это как раз рассматривается в рамках программы внутри. Сколько у вас их? Брокеров на выбор? Давайте я сейчас уточню данного. Давайте зафиксируем ваши вопросы, я вам туда перезвоню. Количество брокеров, зарубежных или не зарубежных. Какие биржи, какие инструменты? Стандартные вопросы. Далее ваше участие. Кроме обучения, как мы с вами будем? Ваш интерес? Как у нас будут выстроены взаимоотношения? Кем будете являться вы? Что за посреднические действия, кроме обучения? Непосредственно предоставление сделок. Предоставлением сделок занимается либо аналитика, либо сам брокер. Зачастую у брокера есть своя аналитика. Вы кто? Я вас понял. Я тогда сформирую ответ на ваши вопросы. Позвольте уточнить, а вы не в курсе, да? Вы не готовы мне ответить? Это достаточно же. Мы на входе, на пороге с вами стоим, топчемся. То есть вы мне открываете дверь, а что за этой дверью? Пока там сгущающаяся мгла. Вы не знаете даже сами. То есть нас отличает только то, что сделаю я шаг через порог или нет. Все остальное дальше будет также в кромешной тьме. Данте Алигери. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Мы с вами сейчас в этой точке, да? Просто это технические уже вопросы. Согласен, не поэтически. Я могу вас прокомпетировать непосредственно по нашему продукту, по возможности участия. Я понял. А вы просто обзваниваете? Вы о продукте, информации не располагаете. Это уже внутренняя информация продукта. Да, я разговариваю с человеком, который внутри открылся. Если мы каждому будем разглашать уже нашу информацию из продукта непосредственно, то какой смысл от самого продукта? Извините, а что именно-то разглашать? Я же еще раз говорю. Приводил вам сравнение с продуктами в магазине. Упаковка. Упаковка, цвет, запах, бренд. Описание на этикетках. Торговые марки. Какая-то сертификация. Добровольная, либо обязательная. То есть, вы... Я еще раз спросил, вы кто? Простейший даже вопрос. Вы город инвесторов. Извините, инвесторов. Как вы изначально настаивали произносить. Итак, город инвесторов это некий клуб. Международное сообщество. Отлично. Юрлицо есть у этого клуба? Пока я услышу только ИП. Это вопрос. Повторите, пожалуйста. Юрлицо есть у этого клуба российское? Пока я услышал про ИП. У нас есть ИП. Ага, я понял. То есть, некий Филипчук на хуторах близ Диканьки организовал ИП. При ИП вы хоть раз организовали ИП? Да. Да? Отлично. Вы знаете, что ИП можно выбрать, да все, что предлагается по коду АКВЭД, по российскому законодательству налогообложения, по налоговому кодексу. Все, вообще все. Вы можете, как ИП, заниматься не чем-то одним, а всем. И платить вы за это не будете. Вам достаточно выбрать упрощенку, ну, точнее, не упрощенку, а 6-7% с выплатой сейчас, по-моему, по 40 тысяч в год. Это обязательно выплата в фонд социального страхования и пенсионный. Все. Ну, если вы не нанимаете еще людей. То есть, вы нашли какого-то одинокого хуторянина, господина Филипчука, близ Диканьки, и ему закидываете. У вас серьезная организация или нет? Международный клуб. Вы в России, только ИП. Оксимарон. Вы не находите аллюзию такую комичную в данном описании? Хорошо. Ваши вопросы были по поводу количества брокеров, типов брокеров, типов бирж, какие у нас используются. Инструменты, количество брокеров, типы рынков. Что вы делаете? На чем мы будем зарабатывать? Мы же будем зарабатывать. Я закладываю свои деньги. Доверяю их не в управление, а доверяю их брокеру. Брокер должен быть надежный. Доверяю, начинаю вашим сигналам аналитики. Начинаем зарабатывать. При выводе денег или получении прибыли, по сделкам. Ваша компания или брокерская? Как это взаимосвязано? Ваше участие где? У меня простые вопросы-то. Хорошо. Я тогда уточню, когда с вами будет удобно связаться? Да прямо сейчас. Я тогда уточню и вам перезвоню. Хорошо. Заодно подтяните свое знание о той компании, чьи интересы вы представляете. Спасибо. Это не скрытая информация. Эта информация должна быть у вас в готовности ее представлять, отвечать. Это публичная информация. Суцейто публичио. Публицио. Все. Перезвоните. Спасибо. Ну что ж, уважаемые слушатели канала, я думаю, что они не поторопятся перезвонить сегодня, а скорее всего воспользуются паузой и человеческой забывчивостью, свойственной всем нам, хомо сапиенс, прямоходящим человеком разумным, что мы не вспомним предыдущие разговоры, вопросы и снова можно будет заболтать. Ну или на край потренировать своих манагеров. Ну что ж, ждем следующего звонка. Надеюсь, он состоится. Всего хорошего, друзья. Вы оставили свою заявку на нашем сайте по дополнительному доходу. Правильно? Да, разумеется. Единственное, а на каком именно сайте Газпроминвест принимает заявки. Ну давайте так, реклама везде как бы распространяется. Я же не могу знать, откуда вы именно пришли, правильно? Ну вы только что сказали на сайте или по рекламе. Я тоже не могу сказать. Я сказала, вы оставили заявку по проекту Газпроминвест. Вы сказали, что я на сайте оставил о дополнительном заработке, о дополнительных доходах. Вот ваши слова. Я поэтому хочу узнать. Слово сайт я услышал от вас. Так на каком сайте? Давайте так, я без понятия, к какой рекламе вы пришли, правильно? Причем здесь реклама? Я говорю о конкретном, о конкретном проекте. Газпроминвест. Ну хорошо, конкретный проект Газпроминвест. Вбиваю. Газпром. Инвест. Так. Вы как именно? Газпроминвестиции... Ну вы же зарегистрировались в конкретный проект, правильно? Что? Где? Вы же оставили заявку по тому проекту, правильно? Что значит, что правильно? Что правильно? Я у вас спрашиваю. Вы помните, что вы поставили заявку? А, вы всегда рассчитываете, что... Вы всегда рассчитываете, что человек, не зная, где оставил заявку, забывает и на все соглашается, услышав дополнительный доход? Вот это волшебное словосочетание? Причем? Причем? Причем здесь есть. Причем здесь есть. Ага, так, дополнительный доход у вас... А, ну вас не касается дополнительный доход. Я правильно понял? Так, о чем тогда будем разговаривать? Когда... О живописи Марка Шагала? Ну просто... Ну просто, с чего вы взяли, что если человек слышит... Ну, я вас уточняю. То есть, я вам не начала нормально общаться, вы сейчас собираетесь к каждому моему службу. Подождите секунду. Вы кто вообще? Вот вы кто? Я же вам сказала. Я, Аня, менеджер по проекту «Газпром Инвест». Ага, «Газпром Инвест». Что такое «Газпром Инвест»? Я могу сейчас спуститься в многоэтажном, да, многоквартирном доме и тоже пойти дополнительно заработать. Оставлю заявки. Знаете, объявления раскидаю, там, почищу вам посуду, настрою компьютер, сочиню для вас оду, составлю очерк о прошедшем дне. То есть, что? Дополнительный заработок на чем? Вы кто? Еще раз говорю, представьтесь. Вы этикет деловой. Анна, не перебивайте, а слушайте внимательно. Вы сказали, Анна, это уже понятно. Что мне из этого слова, Анна? Что в имени это? По заявку по дополнительному доходу в инвестиционной сфере. Что непонятно с этих слов? А вы голос-то что повышаете? Вы меня перебиваете, во-первых? Вы не культурный, не образованный, не деликатный, не обладающий навыками простейшими делового этикета, представлений. Кто вы, что вы? Анна, ну и что, что вы, Анна? Фамилия, имя, отчество, пожалуйста, полноценное. Вы мне звоните для чего? Предложить заработок? Расскажите о себе. Кто вы? На чем будем зарабатывать? Что от меня для этого требуется? Газпром инвестиции. Это просто название. Что Газпром инвестиции? В газ я буду инвестировать? Да, не так. Вы, я вам делаю предложение. Вы сам оставили свою заявку. Вы от кого делаете предложение? От себя лично, от Ани? Я вам говорю, не я делаю вам никакие предложения. Вы там оставили заявку на нашем сайте. Вы опять говорите на вашем сайте. Что за сайт-то? Я готов бить. Газпром инвестиции, сайт какой? Газпром инвестиции, проект? Пишу. А как же я могу говорить по деловому с невежественным человеком? Сказали мне, что я не образованная, да? И еще что-то. Малоэрудированная, невежественная. Еще добавить? Угу. Ну работайте над собой. Давайте начнем с того, что это вы начали меня перебивать. Вы начали на меня перебивать. Вы мне свои правила будете завезать? Кому оставлял? Аня? Чтобы она позвонила? Нет. По проекту Газпром инвестиции. Поднимающий свой уровень громкости при разговоре Ани, я не оставлял заявку. Вы как вообще разговариваете? С потенциальным клиентом? Да вообще с собеседником. Я не ждал вашего звонка. Вы когда заявку? На каком сайте? Давайте разбираться. Дьявол кроется в деталях. Я вам сказала. Что вы мне сказали? Я вам сказала, вы оставили заявку по проекту Газпром инвестиции. Это слишком общее описание. Конкретизируйте. Дьявол кроется в деталях. Вам что из этого непонятно? Детализируйте. Итак, когда была оставлена заявка? 17 числа. Сегодня какое число? Может, время еще 20-е. 20-е. 20-е сентября. Вы хотите, чтобы я 17-го... Хорошо, ладно, все, принял. 17-го числа оставлена заявка. На каком сайте? Вы несколько раз уже использовали сайт, сайт, сайт. На каком сайте? Я же вам говорю, что я не знаю, на каком сайте вы увидели данный проект. Анна из Газпром инвестиций. Все, стоп. У вас сайт есть? У вашей компании, которая проект Газпром инвестиций. Ничего мне не сказали. Вы что-то увиливаете. Сайт, сайт. Есть. Сайт, baby. Есть. Какой? What's the name of this site? What's the domain of this site? Газпром. Я думаю, что нам с вами не о чем общаться, да? Понятия не имею. А зачем вы тогда звоните? Если вы не выходите на конструктивный диалог, я желаю хорошего дня. До свидания. На конструктивный, на продуктивный, на творческий, бесполезный. Слилась. Субтитры создавал DimaTorzok